Дом Божий Дом Божий, придя в присутствие Божье, возвратился на то место, которое Господь и его поставил. Поэтому каждый из нас драгоценен в глазах Божьих, и каждый из нас в глазах Божьих, или Бог для каждого из нас, имеет свой совершенный план для того, чтобы использовать нас для созидания Царства Божьего для каждого. Поэтому я хочу поделиться Словом Божьим, Эфесянам 4 глава, апостол Павел говорит за Церковь, и вообще Эфесянам послание это послание любви, любви Божьей к Церкви, и сам образ Церкви описан в послании Эфесянам. И в 4 главе Господь говорит через апостола Павла о том, что Церковь это тело Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа и глава Церкви. Эфесянам 5 глава сказано, что глава Церкви Христос. Глава Церкви Христос. Вот я хочу прочитать 16 стих, который говорит вот следующее. «Из которого все тело...» Он говорит, глава Христос, а потом говорит, «из которого...» Это 15 стих. А 16 говорит, «из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение...» Получает приращение... Что такое приращение? Это как бы польза, рост, умножение, да? Приращение для созидания самого себя в любви. И я прочитаю в другом переводе, НЛТ, это американский английский перевод, по мере того, также тот же стих, по мере того, как каждая часть тела выполняет свою собственную особенную работу. Это помогает другим частям тела расти так, что все тело является здоровым и растущим. Другим словом, нужно сказать, что тело имеет члены, да? Вот наше тело имеет члены, да? Много членов в теле, но тело одно. И апостол Павел Коринфянам говорит, что в теле у нас много членов, но тело одно. И суть вот этого стиха или функции в теле Христовом заключается вот в чем. Что каждый член тела, каждый, и вот мы все составляем тело здесь, в церковь, да? И каждый индивидиум является частью всего тела, да? Всей церкви, да? Аминь? Ну, вы верите в это, да? То есть каждый из вас является какой-то определенной частью, или, мы говорим, членом церкви, членом тела. Поэтому самое первое, самое важное в этом стихе, что каждый член тела имеет свою функцию. Уши слышат, да? Нос дышит, руки, глаза видят, ну и так дальше. Каждый член имеет сердце, почки, ну все, я не буду о медицине сейчас говорить, или там биологии, да. Но мы понимаем, что каждый член имеет свою функцию, это очень важно. Точно так же, как член нашего тела имеет функцию в нашем теле, точно так, каждый член тела Христова, каждый член, не выборочный, не пастырь только, не левиты, которые участвуют в группе проставления, а каждый абсолютно член церкви имеет свою функцию. Теперь, это очень важно. То есть, Бог предположил, предназначил и благословил, потому что в каждого из нас есть дары. Абсолютно в каждом. Свои дарования. В кого-то больше, в кого-то меньше, в мере, но в каждого есть свое дарование. Это очень важно. Теперь это дарование, оно должно быть высвобождено в функции, то есть, в участии каждого члена в теле Христовом. Большая церковь, небольшая церковь, не суть в этом. Суть в том, чтобы ты мог быть использован Господом, как драгоценный суд. Павел говорит, чтобы быть чистым от всего, ты будешь сосудом части, да, использованного Господа. То есть, Бог желает использовать каждого из нас. Это первое, что у тебя есть функция. То есть, твоя определенная функция в теле. Второе, что эта функция, любая функция, ну, например, глаза, которые видят, да, она помогает всему телу. То есть, она работает не на себя, а работает на все тело. Вы понимаете, о чем я говорю? Что если мы глазами видим, руками берем, ногами ходим, это работает на все наше тело, потому что глаза видят, куда идут, и тогда мы не споткнемся, и тогда мы не принесем увечье телу, и тогда тело останется здоровым, и так дальше. И вообще, любая функция, любая функция любого члена тела Христова, или члена нашего тела, скажем, проведем параллель, да, она работает на здоровый иммунитет. Даже если какой-то член тела поражен или заболеет, то все тело, все другие члены восстают, чтобы иммунитет исцелить. Аминь? Ну, это медицина, да? Ну, это жизнь в теле, да. Точно так же и в духовной жизни, потому что Павел проводит параллель между телом и церковью. Теперь третье. То есть, вот запомните это, что когда мы работаем, или Бог применяет нас, нашу функцию в теле Христовом, мы работаем на все тело. Поет прославление на все тело. Кто-то играет на все тело, кто-то занимается с детьми на все тело, кто-то проповедует на все тело, кто-то общается и так дальше. Это много разных функций. Все работает на тело. Для чего? Чтобы тело было функционально способным, чтобы оно было здоровым, чтобы иммунитет был сильный. И когда мы говорим о церкви, мы тоже говорим о здоровой церкви, или об иммунитете церкви. Иммунитет церкви должен быть сильным, здоровым. Аминь? Да. И теперь еще один последний момент, вот в этом рассуждении, на этом местном Писании, о том, что работая на все тело, послушайте, что Павел говорит, что если мы действуем в свою меру каждого члена, то есть Бог не требует от нас большего, но то, что мы можем. Аминь? А то, что мы можем, мы должны делать. Почему? Потому что тогда здоровое все тело, и последний момент, смотрите, что он говорит, что если мы действуем в свою меру каждого члена, то каждый член, действуя на все тело, получает приращение для созидания самого себя в любви. Вот в чем тайна откровения твоей жизни во Христе и моей жизни. Что когда я работаю на все тело, автоматически созидается мой дух. И созидается, и взращивается мое тело. Понимаете? Другим словом, Павел говорит так, любовью служите друг другу. Почему не сказано, любовью служите себе, и вы будете здоровы, и вы будете сильны, и крепки в духе, и так дальше. Вот в чем секрет. Когда ты служишь другому, ты служишь себе. И тогда ты живой. Когда ты служишь себе, ты умираешь, потому что приходит гордость. Но служа другому, ты находишься в смирении. А смиренный дух возвышает тебя в глазах Божьих. Аминь. Вот какая тайна сокрыта вот в этом благословенном стихе. Поэтому, когда ты помогаешь, вот другой перевод говорит, если ты помогаешь другим частям расти так, чтобы все тело было здоровым и растущим, ты выполняешь свою собственную работу и растешь сам. Якова 3.18 сказано, вы можете, это перевод месседж, также американский перевод, вы можете, Якова 3.18, вы можете развивать здравую и крепкую общину, церковь, которая живет в правильном положении с Богом и наслаждаться ее результатами только в том случае, если вы выполняете тяжелую работу в том, чтобы уживаться друг с другом. Уживаться с друг с другом – тяжелая работа. Что нам помогает уживаться друг с другом? Общение. Почему? Потому что общение рождает взаимоотношения. Я хочу сказать о пяти аспектах функционирования в теле Христова. Пять таких граней, которые станут благословением для каждого из нас. И первое из них – это общение. И церковь, она становится, пусть она будет небольшая, как ваша церковь, но я вчера говорил на семинаре, вижу, некоторые присутствовали из вас, об атмосфере. Потому что атмосфера рождает доверительные отношения. Через что? Когда мы имеем общение. Смотрите, что говорит Иоанн в 1 главе 7 стихе, что если мы ходим во свете, подобно как он во свете, имеем общение, общение. Скажите вместе со мной, общение. Общение. Имеем общение с кем? С воздухом? Нет, друг с другом. И когда мы имеем общение друг с другом, то кровь Иисуса омывает нас от всякого греха. Почему? Потому что общение рождает взаимоотношения, а рождают доверительные отношения. Вы не можете доверять друг другу, не зная друг друга. Вы никогда не можете доверить друг другу, не зная друг друга. В теле Христовом, да, мы все верующие, мы говорим привет, привет, слава Богу, да, мы доверяем на уровне того, что мы христиане. Но когда мы говорим о функции в теле Христовом, мы говорим о том, что ты член тела Христова, я тебя чувствую, я тебя осязаю, я знаю, что ты здесь. Это говорит о том, что мы имеем общение. Общение, я уже сказал, рождает взаимоотношения. Когда мы говорим о взаимоотношении, это длительное взаимоотношение. Доверительное отношение или вообще доверие, оно не является подарком, оно является качеством проверенным временем. Поженились пара, и муж доверяет жене через время. Он доверяет сразу на основании кредита доверия, потому что во Христе. И всегда во Христе есть кредит доверия. Потому что когда Господь нас призывает, мы еще только новоиспеченные грешники, да, то есть верующие, вчера пришли из мира. И у нас есть от Господа кредит доверия в его любви. Происходит то же самое и в браке. Есть кредит доверия, потому что двое сошлись, они один из Самары, другой с Перми, и они молодцы в романтике, но они не знают абсолютно друг друга. И когда они поженились, у них есть кредит доверия. А когда прошло 15 лет в браке, и все красиво, все честно, все послушно, без всяких измен, блудов и всего прочего, тогда рождается доверие, которое выражается в верности. Говорит, ты верный, ты верная. Я поступал, говорит Тимофею, верный мой сын, потому что он мне как сын отцу служил в благовестии Евангелия. То есть Павел прошел с Тимофеем определенный путь, чтобы назвать его верным с нелицемерной верой духовным сыном. Поэтому вопрос доверительных отношений строится на отношениях, взаимоотношениях, в общении. И это очень важно, что мы имеем общение. И общение нужно иметь. Без общения мы умираем. Видите? Наш дух, он умирает. Поэтому важно быть в общении. И Деяния 2 глава, 2-3 стих, говорится о влиянии самой церкви на мир в том, что они имели каждый день общение. Общение по домам, общение в церкви. Каждый день имели общение. Что входит в общение? Вот на основании Деяния, на основании Иоанна 17 главы, просвещенской молитвы Иисуса Христа, когда он говорит, будьте едины, как я едины, и Отец со мной, и так дальше, да. И Деяния 2 глава, 2-3 стих, он говорит об общении, которое имеет такое составляемое в себе. Что это? Это слово, это молитва в духе, и это вечеря Господня. Потому что вечеря Господня, она как раз и освежает откровение о единстве в теле Христовом. И он говорит, что Иисус взял хлеб. Когда мы читаем 1 Коринфянам 11 глава, Павел говорит, я от самого Господа принял то, что вам передал. А Иисус говорит то же, что и говорит Павел, что в ту ночь, которую Иисус предан был, он взял хлеб, он взял хлеб. И вот вечеря Господня, она открывает нам вообще всю функцию члена тела Христова в жизни нашей. Вот в этих четырех моментах, которые произошли, четырех действиях, которые произошли в вечерях Господней в Иисусе Христе. Когда Иисус Христос взял хлеб. И Писание говорит, это Матфея 26 глава также, да, мы читаем, Иисус взял хлеб. Прежде всего, Он взял хлеб, и Писание говорит, что Он взял нас из мира. И Иисус взял нас из миллионов людей, нашел нас. Да, и вот как мы берем кусочек преломленного хлеба, так Иисус взял нас. Это первое, Иисус взял нас, то есть Он нас приобрел жертвой любви Своей на Голгофе, на кресте. Он нас извлек из тенистого болота, Он нас поставил на скалу, Он нас взял. А потом Он говорит, благословил. И когда мы приходим в церковь, и когда мы первый раз принимаем Иисуса Христа как личного Спасителя, когда нас берет самое второе, что делает Господь, нас благословляет. Поэтому общение всегда нас благословляет. В общении мы всегда благословлены. Павел говорит, что мы благословлены в Нем всяким благословением с неба. И Бог нас благословляет. Мы, помните свой первый час, когда мы приняли Иисуса Христа как личного Спасителя, как мы летели, как на крыльях веры, радости из церкви. И кто-то нам говорил, о, ты дурак, да, ты с ума сошел, ты предал веру православную, и там еще что-нибудь, еще что-нибудь. И вы смотрели, как на дикарей, на людей, и вы были счастливы. Вы настолько были счастливы, что мы вообще все равно. Хоть кол на лбу, на голове, тиши вам, было аллилуйя, вы были так во Христе. Мы благословлены всегда в Боге, потому что Он нас взял, и Он нас благословил. И в общении, как я уже сказал, мы благословлены. Третье очень важно, Он говорит, и преломил. И четвертое, Он говорит, раздал. Вот, что делает общение, это самое тяжелое, нас преломляет. Это номер три. Иисус нас взял, Иисус нас благословил, а потом преломил. Вот видите, друзья, женщина пришла с алавастровым сосудом, полным благовоний, масла. И Писание говорит, что она склонилась к ногами Иисуса и разбила алавастровый сосуд. Помазала ноги Иисуса миром. И аромат наполнил всю горницу, говорит Евангелие. Иуда и некоторые ученики стояли и говорили, что ты делаешь, зачем такая трата? Это была большая трата. На сегодняшний день в эквиваленте на, может быть, русские рубли, это примерно 750 тысяч рублей было это масло, стоило. В районе 10 тысяч долларов. Ну, так посчитали библиологи. Иуда говорит, а зачем такая трата? Нельзя ли бы раздать было бы это нищим, продав это масло на рынке? Но не говорил он так, потому что имел общение. И не говорил он так, что старался иметь общение и быть полезным в теле Христова. Он говорил это только по одной причине, что был вор. И Христос сказал ему и ученикам другим, которые присоединились к нему, потому что всегда, когда ты будешь преломлен, плоть всегда восстанет. Плоть всегда будет требовать другого. Плоть не любит преломление, потому что преломление – это боль. Но нам нужно понимать одно откровение, друзья, что без разбитого сосуда или преломленного сосуда, я здесь провожу такую параллель, не будет аромата, наполняющего горницу. Аромат придет только тогда, когда сосуд будет разбит. Когда наше «я» будет разбито. А когда мы в общении, наше «я» всегда будет разбито, потому что в общении мы принимаем друг друга. Это откровение принятия. Я принимаю тебя так, как принял меня Христос. Аминь. Что Писание говорит? Любите друг друга. Как? Как нам нужно любить друг друга? Нам нужно любить друг друга, потому что кто-то принес свежих яблок. Я тебя люблю. И теперь мы имеем общение и кушаем пирожки с творогом. Аллилуйя. Это тоже хорошо. Но Писание говорит, что любите друг друга так, как Христос возлюбил вас. А как мы должны принимать друг друга? Принимайте друг друга так, как Христос принял вас в свою славу. Итак, общение не на уровне принятия в интеллекте или в нашем чувственном, человеческом восприятии на уровне эффекта первого впечатления. Когда мы смотрим на человека, о, мне нравится, молодец, приму. Ты, ну, не очень. И Господь говорит Самуилу, который пришел благословить царя в Израиле, Давида, ты смотришь на лицо, но я, Бог, смотрю по-другому. Я смотрю на сердце. Поэтому общение в принятии друг друга – это не вопрос нашего внешнего облика, хотя и это важно, но нашего сердца. И мы принимаем друг друга на откровении, что Христос принял нас в свою славу. Все мы хотим, чтобы Христос нас принял, какими мы есть. И Христос это делает, потому что Его любовь такова. Он принимает нас такими, как мы есть. И потом Его любовь формирует нас в образ Божий. На основании 2 Коринфянам 2, 18. От славы в славу, как от Господня Духа. Поэтому таким образом вы никогда, и мы, и я, никогда не можем быть розданными миру, прежде чем мы не будем преломлены. Поэтому Иисус преломил хлеб, а потом раздал. Преломленным быть – значит потерять себя, а приобрести его, Христа. Иисус сказал, кто хочет идти за Мною, тот отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мною. Многие хотят следовать за Христом, не беря Христа. Не беря Креста. Просто потому, что Он хороший Господь. Он может нас накормить, исцелить, благословить, защитить от коронавируса. Все. Может Господь все сделать. Потому что Он Господь. И мы говорим, Господи, благослови, дай нам дом, квартиру, детей. Благослови, защити, садик, деньги, работу хорошую, премии, 13-ю зарплату, 14-ю и 17-ю. Все. Слава тебе, Господь, ты добрый Бог. Но Господь говорит, отвергни себя. Это не вопрос искания моей руки. Это вопрос искания моего лица. Мне хочется иметь общение с тобой, а не с моей рукой, которая дающая и благословляющая. Вот поэтому преломление – это всегда больно. Но без преломления не будет аромата. Без разбитого сосуда мир не наполнится ароматами Иисуса Христа. Потому что Павел говорит, благодарение Богу, который дает нам торжествовать о Христе, это общение. И благоухание о нем распространяет кем? Нами и на всяком месте. Когда? Когда наш сосуд разбит. Тогда аромат наполнит через нас этот мир. И пастор сегодня говорил, вы свет миру и вы соль земли. Поэтому, когда мы имеем общение, общение рождает взаимоотношения, взаимоотношения рождают доверительные отношения. Что происходит в доверии? Что происходит в доверии? В доверии происходит единство тела. Мы, доверяя друг другу, знаем, что ты работаешь на меня, я работаю на тебя, чтобы все тело было в здоровом иммунитете. Другим словом, когда мы молимся в духе, на языках, когда мы пребываем в Слове Божьем, когда мы пребываем в вечере Господней, я уже сказал аспект этой вечере Господней, да, то все эти моменты общения в теле делают церковь более сердечной в атмосфере отношений. Сердечная. Церковь должна быть сердечной. Номер два. Церковь абсолютно должна, как все тело, я вчера просто пересматривал интернет-новости, смотрю ролик такой, как правильно мыть руки. Ну, я думаю, посмотрю, как правильно мыть руки, может я неправильно мою руки. И вот посмотрел там, значит, девушка говорит, что как защитить себя от коронавируса, какая-то там медсестра, как правильно мыть руки. Не просто так вот помыть руки, а надо правильно помыть руки. Ну, я посмотрел этот ролик, улыбнулся сам себе и думаю, я, ну, и так нормально мою руки. Ну, так мне кажется. Ну, а сегодня утром, когда я проснулся в гостинице и пошел умыть руки, умыться и привести себя в порядок, значит, я, умывая руки, вдруг понял, что я не так мою руки. Вот эта информация, она предложила мне, ну, другой механизм, другой путь, как мыть руки. И я мою руки, так как я мыл каждый день, чувствую себя ущербным. Потому что у меня есть другая информация, как правильно мыть руки. Мне пришлось правильно помыть руки. Я о чем? Я о том, что принятие слова, только принятие слова, вот когда ты принимаешь слово, оно способно корректировать и направлять твою жизнь. Понимаете? Я говорю о втором пункте тела Христова или нашего тела, когда оно будет здоровым, когда тело следит за тем, чтобы иммунитет был здоровым. Что это значит? Это значит возогревать дар, это значит воля Божьей и освящение наше, то есть ученичество. Это познание святого разума, говорит в притче 9 глава 10 стих, что познание святого – это разум. И купи истину, не продавай разум. Ученичество – это признать, что я чего-то еще не знаю. Павел говорит, если ты говоришь, что ты все знаешь, то ты вообще ничего не знаешь, как нужно тебе знать. Пророк Осия, 6 глава 3 стих говорит, и так познаем, будем стремиться познать Господа. Поэтому так важно, что есть лидерская школа, так важно, что есть общение домашних групп, так важно, что есть исследование Писания. Иоанна 5,39 сказано, исследуйте Писание, ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную, а не свидетельствует о мне. Так сам Христос сказал, исследуйте Писание. Поэтому ученичество в церкви, ученичество в теле Христовом, да, оно делает нас способными защитить иммунитет тела. Ну, не есть, неумытыми руками ученики получили такое, как бы, такое замечание от книжников и фарисеев, но здесь немножко о другом. Я не говорю о религии, я говорю об омытии сердца, но даже рук тоже. И зубы почистить надо, и душ принять, да, ну, не раз в неделю, из-за экономии воды. Каждый день, два раза в день, утром и вечером, чтобы носки, ну, не ставить в угол, чтобы они были способны еще лежать. Надо их менять каждый день. Ну, мы так раз в месяц поменяем. Кто-то говорит, займи носки на свидание шел, говорит, стоят в углу, возьми. Да, поэтому о чем это говорит? О гигиене, да, вот внутренняя гигиена тела Христова заключается в чем? В ученичестве. Познавая Бога, познавая Христа в Слове Его, мы преображаемся. Давид говорит, направляй меня. Давид говорит, корректируй мои пути. Поэтому, когда церковь учится, когда мы учимся, мы становимся более глубокими в познании. Мы становимся более ориентированными, как нам нужно идти, вести себя, жить, служить, как нам нужно. Не как мы хотим. Потому что победа человека, христианин, не заключается в том, то есть его свобода не заключается в том, что он делает все, что хочет. А свобода христианина заключается в том, что он не делает того, что не хочет. Аминь. Филиппийцам 3 глава 10 стих. И в последний момент здесь Павел говорит, чтобы познать Его и силу воскресения Его. Иезекииле 47 глава, последняя здесь в этом, вот, как бы параграфе, да, в этом моменте. Иезекииле 47 глава говорит, в начале главы, там, можете прочитать 10 стихов, я просто сокращаю за неименем времени, о том, что есть уровни познания. И он говорит, взял шнур и отмерил тысячу локтей от дверей храма Господня, из которого текла вода, поток. И он говорит, войди в поток. Вот так важно войти в поток, так важно быть в ученичестве, так важно быть учеником Иисуса Христа. Не просто верующим членом церкви и называться, что я верующий, а быть учеником Иисуса Христа. Поэтому ученик что делает? То, что делает учитель. И он говорит, я вошел в воду и прошел тысячи локтей, тысячи шагов, и воды было по лодыжку. И потом он отмерил еще тысячу, и воды было по колену, еще отмерил тысячу, и сказал, иди, и воды было по поясу. Он сказал, отмерил еще тысячу и сказал, иди, и я пошел вот эту четвертую стадию. И воды было уже такой поток, что я уже не мог идти. Я вынужден был плыть. Вот совершенство водительства Духа Святого в нас в том, что три первых уровня, и по лодыжку, и по колену, и по пояс, это уровни познания, но достигающие дна. Мы все равно чувствуем себя уверенно, когда чувствуем дно. Кто не умеет плавать, понимает, о чем я говорю. Поэтому кто не умеет плавать, они как лягушки, плавают там, где мелко. А кто умеет плавать, тот плывет на глубину. Почему? Потому что на глубине волнительно. На глубине, ой, другие чувства. Мы были на Бали, на острове Бали, и мы взяли катер и отплыли на глубину, чтобы там поплавать в чистой воде. И это совершенно другой эффект, если ты плаваешь у берега. И почему? Три первых уровня ты контролируешь, но четвертый уровень – глубина контролирует тебя. И глубина захватывает тебя в свой плен. Вот глубина познания Всевышнего, глубина познания Бога в Духе Святом должна захватить тебя, уведя тебя на такую глубину, где дно не подконтрольно тебе, где ты отдаешься потоку Святого Духа, где ты отдаешься потоку Божьих откровений, и течешь в глубине познания Божьего. Это то, что хочет Господь для Церкви Своей. Очень важный момент поклонения – это, можно сказать, номер три. Церковь становится сильнее через поклонение. Иисус говорит женщине в 4 главе Иоанна, что отец ищет поклонников. Он не ищет талантливых, он не ищет одарованных, он не ищет высоких, красивых, или низких красивых, или некрасивых, очень одарованных, не очень одарованных. Бог ищет поклонников, которые поклоняются Богу в Духе. Даже не вопрос профессионализма, я всегда говорю, сначала Дух Святой плюс профессионализм, не наоборот. Потому что верного человека в Духе можно обучить профессионализму, но профессионала обучить Духу Святому и пребывать в Духе Святом безмерно сложно. Я знаю, потому что я вложил прославление всю свою жизнь. И в нас церковь потрясающая, одно из лучших, я думаю, прославлений вообще в России. Ну, это, на мой взгляд, потому что это наша церковь. Но я говорю на очень серьезном уровне. Сам, как дирижер хора и занимающийся вообще музыкой, знаю, что это. Даниил поклонялся Богу. И проложил путь к царю. Поклонения прокладывают путь к царю. Даже в вопросе запрета поклонения. Даниил продолжал поклоняться, потому что знал, что это победоносный путь. Он знал, что в этом есть победа. И Господь как-то сказал Давиду, пусть Иуда пойдет впереди. И выступил Иуда и пошел впереди. И народ Израиля получил огромную победу. Потому что стены Ерихона не падают по-другому. В нашей жизни так много стен ерихонских, которые встречаются на нашем пути. Или столько голиафов, которые встречаются на нашем пути. И стены Ерихона упали только по причине хвалы и поклонения. Аллилуйя. Вы хорошо себя чувствуете? Уже время заканчивать собрание, я думаю, давно, да? Некоторые думают так. Аминь. Слушайте, что сказал епископ Вильям Джон Фрейм по поводу поклонения. И вдумайтесь в эти фразы, я хочу прочитать. Это очень важно. Поклонение Богу. Это подчинение нашей природы Богу. Это очищение нашей совести через Его святость. Это питание нашего разума Его истиной. Это очищение нашего воображения Его красотой. Это открытие сердца Его любви. И подчинение нашей воле Его замыслу. Поклонение – не один из аспектов служения. Это образ христианской жизни. Поклонение – это жертва Богу, это суть существования тела Христова. 1 Петра 4,8. Петр говорит, более всего имейте усердную любовь друг к другу. Поклонение – это абсолютное наполнение любовью Божьей. Когда ты поклоняешься Ему, Его любовь изливается Духом Святым в твое сердце вполне. Поэтому Писание говорит, что благодарение Богу... Мне сказано, что Бог излил свою любовь в наше сердце Духом Святым, апостол Ян говорит. Поэтому через поклонение Церковь становится сильной. Через поклонение ты получаешь силу. Потому что поклонение в самом понимании, друзья, имеет в себе образ обрезания. Или образ Вечного Завета любви. Давид не был настолько ловким профессионалом в области швыряния камня там и спрящей. Но то, что он сказал, стало залогом его победы над Голиафом. А вот что он сказал. Кто ты такой, необрезанный филистимлянин, что поносишь имя живого Бога? Другим словом, Давид говорит, ты необрезанный, а я обрезанный. Я в Завете с Богом. А ты нет, поэтому я убью тебя. И когда мы говорим о прообразах, то Давид, имея Завет с Богом, это Дух, который убивает плоть Голиафа, который не в Завете. Или как 6 глава Исаии говорит, что в день смерти царя Озии я видел Господа. Озия, как воплощение плоти, царь нечестивый. И Исаия приходит в присутствие Божье, чтобы пережить духовное соприкосновение и видеть величие красоты Божьей. Поэтому, когда мы поклоняемся Богу, приходит присутствие Божье. И в присутствии Божьем мы видим и созерцаем, и абсолютно прикасаемся к великой святости Божьей. Еще один аспект четвертый – это церковь или наше тело, как я уже сказал в начале, становится более шире в любви через служение друг другу. Как я уже сказал, каждый имеет свою роль в организме. Ого! Первая Петра, 4 глава, 10 стих, вот что сказано. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили». Видите, написано «Служите друг другу». Мы друзья, да? В церкви, да? Да? Мы, ну, все друзья. Иисус сказал, почему мы друзья? Потому что мы живем по канонам Слова Божьего. Потому что Иисус сказал, «Вы друзья мои, когда соблюдаете заповеди мои». То есть, вы друзья мои, потому что вы в завете со мной. Если ты в завете, то ты будешь исполнять заповеди того, с кем ты в завете. Поэтому такая большая привилегия. Галатам 5, 13 сказано «любовью», как я уже сказал, «служите друг другу». Первое Фессалоникийцам 3, 12 сказано «а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг ко другу и ко всем». Видите? Служение открывает двери, которые никогда не открывались. Один из величайших примеров служения, я вчера проводил на семинаре, это служение, когда Иисус умыл ноги ученикам. Петр сказал «ты не умоешь моих ног вовек». На что Христос ему сказал «если я твоих ног не умою, у тебя нету во мне части». Видите? Служение друг другу, оно передает не только само служение, а часть вас вы отдаете себя. Вот почему Писание говорит, что Иисус отдал себя. В Ветхом Завете много вопросов или примеров о служении, я могу лишь привести один. Это была Руфь. Руфь, которая служила своей свекрови, которая была не из нее народа, но она вступила в Завет. Вот мы можем служить друг другу любовью сполна, когда мы в Завете. Ибо Руфь сказала своей свекрови на имени, она была мавитянкой, она не была из народа израильского, она жила под проклятием, потому что Бог проклял мавитян. Ибо они не дали пройти по земле своей, когда Израиль шел в обетованную землю, и Бог проклял мавитян и сказал Моисею, что из мавитян не должен никто войти в общество сынов Израилевых до десятого колена. Видите? Десятое колено, но если на наш счет взять, примерно поколение, это 21 год, да? Сто лет. Сто лет никто не имел права после входа Израиля в землю обетованную войти в общество сынов Израилевых из Моава. Из Ифлема иудейского, Амимелех, Амимелех и Наимень пошли с двумя сыновьями в землю Моав. Потому что там думали, что есть хлеб, или слышно было. Вот так всегда случается, кажется, что в церкви нет хлеба, в Ифлиеме нет хлеба, что в Ифлиеме это дом хлеба, в принципе. Дом присутствия Божьего, дом хвалы, дом хлеба, именно. Но вдруг так показывается, что нет хлеба. Иногда в церкви кажется, что нет хлеба, а вот в Моаве есть хлеб. И они пошли за поиском лучшей жизни. Но все, что Моав предложил, это смерть двоих детей и мужа. Оставшись вдовами, они пытались возвратиться. То есть Наимень. Ну, вы знаете историю, кто читает книгу Руф. И там сказано, что Орфа, она ушла, поцеловала свою, значит, свекровь и распрощалась и ушла. Но Руфь вступила в завет. И заветом ее были слова. Твой Бог, мой Бог. Твой народ, мой народ. Твоя земля, моя земля. Где ты будешь жить, там буду жить я. Где ты будешь похоронена, там похоронят и меня. И вот этот завет любви, это единственный шанс или единственный путь, который дает нам возможность и открытые двери служить друг другу в любви. Когда идет приращение или благословение в нашу жизнь, когда мы служим другим. Потому что сеяние всегда имеет жатву. И Писание говорит, что она пришла, и вы знаете всю историю, она служила своей свекрови. Она приносила ей кусок хлеба в пазухе своей и говорила, мама, поешь. Сама трудно, тяжко работая. Знаете, что произошло? Служение Руфи открыло ей путь в благословение. Никогда не бывает так, что служение остается беспочвенным, бесполезным и бесплодным. Никогда. Ибо не бывает так, что ты бросаешь зерно в хорошую почву, и оно не дает плода. Так не бывает. Иисус сказал, оно даст плод. Тридцать, шестьдесят и в сто крат. Аминь. Всегда. А служение, любви, это добрая почва. Это не бывает каменистая при дороге, это не бывает в терниях. Это только добрая почва. Видите? И это Руфь, это мавитянка, которая не только стала богатой, и одной из богатейших женщин своей эпохи, в свое время выйдя замуж за богатейшего Ваоза. Потому что, когда она служила своей свекрови, свекровь подсказала ей, что надо сделать. И она пошла и легла тому ног. И он покрыл ее. И она вышла за него замуж. Но это не главное даже. Но Руфь, она вошла в родословную Иисуса Христа. Она родила дедушку Давида Ваоза. И она была мавитянка. Преобраз нас с вами, язычников, которых избрал Господь. Кто-то скажет, да как, если Господь сказал, что до десятого рода? Вот именно, как раз Руфь родилась в одиннадцатом роду. По исследованиям вообще родословной. И вошла по обетованию Божьему в общество сынов Израиля. Поэтому ты всегда будешь шире через служение. Твое сердце будет расширяться. Твоя жизнь будет расширяться. Твоя любовь будет расширяться. И церковь будет расширяться. Любовью служить. Сердце слуги – это лоно единства. Через служение друг другу мы приобретаем единство. Поэтому сердце слуги, имея сердце слуги, послужить. Везде. Вот где ты можешь послужить. Я всегда считал для себя привилегией послужить, начиная с самого маленького возраста. В нашей семье и потом в жизни. Всегда считаю большой привилегией послужить. Состояние сердца рождает один дух в церкви. Ваша способность созидать единство в церкви напрямую зависит от вашей способности быть слугой. Быть слугой не только пастору, но и всем. Если служите тем, кому выгодно, или кто вам нравится, вы всегда потерпите урон. Но служите, ничего не ожидая взамен. Все ошибаются, не все идеальны. Служить по силе, которую дает Бог. Служить церкви, семье, ближним. Поэтому способность быть слугой – это не видеть угрозы в успехе другого человека. Кто-то служит лучше, чем ты, пусть это не будет угрозой, потому что любовь побеждает все. А иногда люди завидуют друг другу, сравнивая себя в служении с другими, и это как раз твоя потеря. Никогда нельзя сравнивать себя с другими, потому что сила сравнения – это сила поражения. Нужно делать то, что хочет Бог, и что призвал тебя Бог в том месте, и в той церкви, и в том служении, в котором Бог призвал тебя. Делать на лучшем образом, как для Господа, и для людей. И апостол Павел так говорит, все, что вы делаете, словом или делом, делаете как? Для Господа, а не для людей. Аминь. Поэтому быть слугой – это созидать единство и предоставить другому все самое лучшее, чем ты обладаешь сам. Это и есть служение. Но и последнее – церковь всегда растет через евангелизм. Матфея 28, 19, все нам знакомы, да, величайшее поручение Иисуса Христа, и Он говорит, идите и научите все народы, крестяя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Самое ценное в нашей жизни, самое ценное на планете, самое ценное в глазах Господа – это спасенная душа. Ибо небо приходит в движение от одной спасенной души. И Господь говорит, все ангелы приходят в радость на небе, когда хоть одна душа приходит к Господу. Поэтому для нас великая ценность должна быть как для христиан, для детей Божьих, для Церкви Иисуса Христа, что мы можем проповедовать Евангелие, чтобы кто-то был спасен. И евангелизм – это чтобы знал грядущий род. Евангелизм в семье, евангелизм в доме, евангелизм в городе, евангелизм на работе, в школе, в поезде. Где бы ты ни был, если у тебя есть возможность благовествовать Евангелие, ты призван к благовествованию, потому что через благовествование Церковь становится большей. А умножение Церкви – это умножение ее силы. Писание говорит, что народ израильский увеличивался в Египте, и фараон стал бояться Израиля. В количестве размножения есть сила. Что опять дает размножение? Размножение дает общение. Исход 1 глава 12 стих сказано, что народ израильский угнетаем был фараоном. И чем больше египтяне угнетали Израиль, тем больше он умножался. Вот парадигма, вот парадокс какой вообще. Как это возможно угнетать народ, а он умножается и умножается? И фараон стал бояться. А что в Израиле? Не было телевизоров, не было смартфонов, не было интернета. Ничего не было. Машин не было, ничего не было. Они работали целый день. Вечером приходили, утешались друг в друге, размножались. Утешение – это сила умножения. Да и аминь. Ну, а как вы представите себе другую жизнь? Так и было. Когда была гонимая Церковь, во времена Советского Союза, каждую неделю, как минимум, была статья на передней, значит, говорят, на передовице, да, газеты, на первой странице газет, на лицевой ее части. И всегда была статья про сектантов, что они кровь выпивают здесь, вот дырочки делают тебе в шее прямо, и сосут кровь целую ночь стебят, и утром тебя хоронят, прячут. Детей ваши в жертву приносят, забирают ваши квартиры, дома, и вас помещают в дурдом, с вас делают больных людей. И люди, читая это, неверующие люди боялись вообще верующих. Они боялись придти даже, не то что в церковь, а в какую церковь придешь? Домой? Все точно зарежут. Домой ночью? Как ночью? В 11 часов служения начиналось ночью, потому что, ну, люди приходили с работы, и потом, чтобы поздно, КГБ, чтобы не знал, меняли места, конспирация постоянная, пароли постоянные, как прийти, как сказать, кто ты, потому что кГБисты приходили всякие, агенты разные, шпионы, неверные, предатели, иуды. Много чего было в Ганимой церкви. И в это время, чтобы кто-то пришел из мира и принял спасение, это был один из миллиардов случаев. А как размножаться? Как сохранить вообще церковь? Поэтому, конечно, все умножались изнутри. Семьи рожали детей, по 12, по 14. У нас было церковь 300 человек, было 600 детей. И явно не знали коммунисты, что с этим сделать, потому что это немыслимо было. Церковь росла неимоверно. У нас в Новолынске было церковь, несколько тысяч, там детей было 3 тысячи. И эти дети все были верующие, по-настоящему. Стояли на коленях, молились в Духе Святом. Я был крещен в Духе Святом в 10 лет. И когда сходилась эта молодежь, как мы, мы начинали молиться на иных языках, мы по 4 часа стояли на коленях, в молитве на иных языках, за церковь, за пробуждение, за Дух Святой. И с этим никто не мог ничего поделать. И церковь росла. В гонениях росла. Я понимаю Израиль. Они в гонениях росли. Я сегодня говорю церкви, если не можете евангелизировать, приводить с мира, рожайте. По 10, по 12 рожайте. Я вам скажу, там, где есть служение, вот почему, знаете, говорит, бедная семья, там 8 детей или 10. А вот богатые люди, которые имеют достаток, там один ребенок и кот и собака. И 400 квадратных метров или 800 квадратных метров дом. Зачем? Знаете почему? Потому что эгоизм и себелюбие никогда не позволят тебе служить. А когда ты размножаешься, ты служишь другим. И когда ты служишь другим, ты становишься сильнее. Итак, братья мои возлюбленные, говорит апостол Павел первым коринфянам в 15 главе 58 стихе. Он говорит, Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, ну и сестры тоже, будьте тверды, непоколебимы. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что ваш труд нечтетен перед Господом. Это то, что дает, это наш внутренний глубокий ресурс. Когда мы знаем, имеем откровение, что мы, наш труд, он нечтетен перед Богом, что все, что мы делаем служа другому, в прославлении, в поклонении, в ученичестве, в служении друг другу, в проповеди Евангелия, в чем мы еще говорили, в общении, во всем, вот где я применяю себя, мой труд, он не напрасен. И ваш труд не напрасен. Бог, он не напрасен перед Богом. И Бог знает каждое движение, каждое желание. Бог знает каждое участие наше. Аминь. И это такое благословение, и это великая слава, когда члены тела Христова служат друг другу в любви, чтобы церковь росла, умнажалась, и было сильным иммунитетом, влияние, солью и светом в этом мире. Аминь. Помолимся. Аминь. Аминь.